Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Брятко, и я практикующий ветеринарный врач. И сегодня мы с моим коллегой Анатолием Петруком поговорим о том, как диагностировать и лечить подострые, хронические и субклинические формы метритов. Стоит ли снова и снова говорить о том, насколько распространены метриты в молочных и мясных стадах? Вместо статистики из научных публикаций хочется привести несколько примеров из жизни. Вот, например, в хозяйствах, в которых мы практикуем, каждая третья корова больна метритом. И это еще не самый плохой результат. Совсем недавно мне пришлось провести аудит одного крупного предприятия молочного. Так вот, там из 10 коров новотельных 7 были больны метритом. Даже в мясных стадах, с которыми мы работаем, где животные круглый год живут на природе, процент метритов достигает 20. Для нас, ветеринаров-клиницистов, да, мы тоже клиницисты, а клиника – это наша ферма, важно не проворонить метрит, а как можно быстрее его диагностировать. Как диагностировать острый метрит мы уже с вами обсуждали. Сейчас мы хотели бы с вами поговорить о том, как диагностировать субклинический, хронический и подострый эндометрит. Итак, первое – это трансректальная пальпация матки с последующим массажом и оценкой выделений. Методика хороша и достоверна только в том случае, если шейка матки открыта или достаточно открыта для того, чтобы мы могли увидеть выделяющийся эксудат, ну или, соответственно, слизь. Критерий оценки выделений в этом случае следующий. У здоровой коровы мы должны видеть чистую прозрачную слизь, как слеза. Любые включения, кроме пузырьков газа, изменения консистенции, цвета, запах должны насторожить вас, потому что, скорее всего, вы смотрите на воспалительный эксудат и перед вами воспаление матки. И также не забывайте о тактильных ощущениях при прикосновении к матке. Оценивайте величину, плотность самих рогов, асимметрию. Один из рогов, если в нем есть воспаление, он, как правило, больше, более плотнее. А также другие сопутствующие заболевания метриту, это пара и периметриты. Из недостатков метода, кроме закрытой шейки, то, что нужно ректалить корову. Далее диагностика с помощью аппарата УЗД. Метод хорош тем, что можно определять наличие метрита и при закрытой шейке матки. Но вместе с тем, это недостаток метода, то есть допускается много ошибок и приписывание метрита здоровым коровам. Причем этим грешат как начинающие УЗИсты, так и бывалые спецы. Еще один интересный метод, который практически не используется на постсоветском пространстве, это использование метричека. Это специальный прибор, с помощью которого вы можете отобрать слизь со стенок влагалища и оценить ее, как при первом методе. Также для этого метода существует методика оценки слизи. Далее это лабораторные исследования слизи и, как правило, используются при диагностике субклинических форм метритов. Это могут быть как и простые методы, которые используются прямо в хозяйстве. Метод оценки активности спермия, а также метод с муцином. Так и более сложные лабораторные бактериологические исследования с высеванием возбудителя и определением его чувствительности к антибиотикам. Когда вы определились с возбудителем в своем стадии и его чувствительностью, пора подбирать лечение. Удобным и вместе с тем эффективным методом лечения является санация полости матки различными препаратами. Антисептиками, препаратами йода, пробиотиками, физиологическим раствором, антибиотиками и так далее. Такие препараты выпускаются в форме суспензии в тубах, растворов для введения и аэрозольных баллонов. В качестве действующих веществ используют антибиотики. Рифампицин, цифоперин, оксидетрациклин, телозин, цефтиофур, антисептики йод, калиоядид, йодоповидон, хенсенвиолет, диметилсульфоксид, бензолконихлорид и другие. Один из таких препаратов мы опробировали несколько месяцев. Он называется цефметрин. Этот препарат в своем составе содержит антибиотик цефоперин и производится компанией Бравофарма. Использование цефоперина в качестве антибиотика против метритов – это не ново. Этот антибиотик уже много лет используется в составе препарата для санаций под названием Метрикюр, который вы все прекрасно знаете и, я уверен, использовали. И все же почему цефоперин? Цефоперин обладает широким спектром антибактериального действия в отношении патогенов, которые вызывают хронические и подострые формы метрита у коров. Это арканобактериум пиогенес, стафилококки, стептококус пиогенес, стептококус дисгалактия, стептококус уберис, пастерелла, протей мирабелис, фузобактериум, эшерихиаколи, клепсиэла, хлостридиум перфрингенс и другие. Кроме того, он устойчив к действию пенициллиназы и сохраняет активность в аэробных и анаэробных условиях. А это и есть условия внутри матки. После введения в полость матки легко проникает в эндометрий, при этом практически не поступает в кровоток и поэтому не выводится с молоком. Давайте-ка покажем, как мы его используем. Перед введением препарата проводим санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости полость матки освобождаем от воспалительного эксудата. Шприц-тюбик интенсивно встряхиваем, соединяем с катетером, ректально фиксируем шейку матки и осторожно вводим катетер через шейку в полость матки, а затем выдавливаем содержимое шприца тубы. Манипуляцию проводим однократно и при необходимости повторяем через 48 часов. Если препарат комбинировать с динотромом или броэстрофаном, используя их за 3-4 дня до санации, повышается эффективность лечения и нет необходимости повторять санацию снова, особенно при пиометре. Несмотря на то, что препарат недавно появился в продаже, мы уже успели его попробовать на нескольких стадах, а также и в частном секторе. И он показал хорошие результаты. Там, где микрофлора была чувствительной к нему, выздоровление наступало после одного введения. Реже мы применяли его дважды. Коллеги, вовремя диагностируйте разные формы метритов и используйте эффективные, проверенные и экономично обоснованные методы лечения. В том числе используйте цефметрин. Берите своих животных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова